итак мы хотим начать барьеров то есть мы говорили о масках которые есть но есть вещи которые нам самим как консультантом в результате того чтобы эти маски мешают построить нормальные честные отношения человек который пришел к нам на беседу понимаете маска или механизм сайта защиты то что как бы существует внутри нас а проявляется это и с нашей страны со стороны человек который в том что мы во время беседы ставим барьеры сейчас просто надо посмотреть вот если во время наших бесед есть барьер работы должны выяснить что там внутри какая маска эти барьеры потом выставляет итак смотрите какие барьеры вообще не бывает вот от проблемы или какой-то необоснованно успокаивание да ладно это все ерунда ты главное помолись и все пройдет эту вот от проблем ну как еще можем уводить от проблем какие проблемы мне твои проблемы ты еще не дошел до ручки радуешься вот все увели человека или вот совсем недавно в одной из общин произошло вообще потрясающее такое событие в негативном плане потому что человек был наркоманом получил заразился вич инфекцией прошел реабилитацию освободился от наркотиков потрясающее служение начал основу основал несколько радио революционных центров на радио работал то есть потрясающее было служение мудрый брат совершенно знаете ну вот вот все люди которые знали просто как сказать таких действительно мало это желчужина вообще жемчужина вера но было одно маленькое но его духовно станет сказал что от спиды никто не умирал поэтому если ты будешь молиться и твоя болезнь прогрессировать не будет и вообще и вообще излечение потому что бог силен и вылечит все что угодно ты молись и вот этот человек на самом деле какое-то время не было вообще никаких рецидивов но когда он сдавал анализы а его обязывали сдавать анализы каждые полгода врач конкретно стал говорить вам нужно начинать принимать антиретровирусную терапию сейчас потому что вирусную нагрузку вас повышается постоянно растет тем более что в нашей стране это чуть ли не единственная страна в мире где это бесплатно стоять во всем мире нет такого чтобы антиретровирусной терапии было бесплатно у нас это еще есть начните тем более уже есть данные что при правильном принимании и принятие лекарств жизнь продолжается как количественно по времени так и качественно 25 лет живет свеч принимаю терапию то есть в нашей стране он говорил что это все ерунда что это все халдейство он молится ему ничего не надо и потом какой-то момент резко у него пошло ухудшение когда он попал в больницу начали антиретровирусную терапию хотя врачи сказали шансов практически нет уже поздно он умер через неделю его же не сказали что начнил принимать вот эти препараты которые мы назначили хотя бы на неделю раньше смогу еще лет десять прожил ты смерти в небо и хорошо что это было найти как шок открылись глаза снялась этому и сейчас это одна из самых активных вообще церквей которые ведут везде вот это вот покаяние перед другими людьми в том что был такой слепой и будем так говорить отношение к этой проблеме и сейчас вот практически с них идет мы будем даже так может духовное возрождение многих многих других людей которые живут с подобной проблемой вот знаете но хочу все начиналось началось с того что духовные наставники консультант уводили от проблемы сейчас жена вот этого человека она сейчас ведет на эти огромнейшие колоссальную работу уже через месяц после того как умер ее муж через месяц она нашла в себе силы она сейчас ездит поле центром ездит по церквям ездит на симпозиуму по вич спиду она ведь свидетельствует говорит о том что произошло и кричит люди опомнитесь опомнитесь и действительно смотрите на эту проблему то есть действительно нельзя это делать второй барьер второй барьер а еще еще что самое страшное произошло а вот врач лечащий вот этого человека он рассказал ну через телевидение выступил по первому каналу по второму что эти зацикленные сигнанты которые значит вот ходят в церкви то есть это было пятно на церк и сейчас практически вы жена занимается тем что прощение у людей прощение в церкви на вата взгляд просто одного человека вообще любой вопрос обвинительным тоном это уже допрос ну-ка быстро говорим зачем ты так сделал шучу такое ну допрос он всегда был неприятен правда человек тут же закрывается и все и можно ждать чтобы человек больше к нам не придет домыслы наверно ты это сделал потому что вот тот и кто-то произошло а может быть тебе стоит вот следующий раз если ты это сделаешь вот что будет да давай как самое сейчас я тебе прострою все твои шаги как ты умрешь если бы было вы думал что был бы вот эти домыслы конечно нельзя еще какой барьер часто выстраивает именно вот консультант брань унижение навешивание ярлыков вообще делать вывода поспешно ни в коем случае нельзя ни в коем случае все наркоманы одинаково так с ними даже разговаривать нечем а ну да что вы хотите ну вы же употребляли наркотики конечно вы не понимаете что я вам сейчас говорю такие духовные вещи не в состоянии мы можем другими словами сказать но посыл будет один и тот же все ирлык повесили следующее что мешает следующий барьер осуждение критикам то чтобы сказал это чушь как еще мы можем покритиковать человека глупость это все ну придумала такого догадаться вообще конечно иногда действительно человек может сказать глупость но тут важно чтобы как консультант не важно что сказать а порой важно как причем еще с вами будем говорить о том как вот вместе с человеком находить пути решение проблемы ну просто может быть немного забегая вперед скажем что принимать нужно все варианты которые человек предлагает вообще не критиковать ни один как однажды мужчина сказал там ну там проблемы с тещей нужно что можно придумать в этой ситуации элементарно убить тещу никакой критики убить хорошо записывают один из способ это решит проблему проблему с тещей может быть и решить но у тебя возникнет другие проблемы то есть вот эти вещи все записи и анализируете может быть и я 1 1 1 человек сам эту глупость реализует и уберем очень важно то как как мы говорим то что к степо сказала который мы даем человеку как мы это произносит есть такая причина один восточный властелин увидел страшный сон что у него один за другим выпадают все зубы сильное волнение он позвал себе толкователя с тот выслушал его и сказал озабочный повинитель должен сообщить тебе печальную весть ты потеряешь всех одного за другим своих близких людей все умрут эти слова вызвали гнев властелин и он велел бросить несчастного в тюрьму позвал другого толкователя который выслушав сон сказал у селин я счастлив сообщить тебе радостную весть ты переживешь всех своих родственников и правильно сказал обрадовался и щедро наградил его за предсказанием придворные удивились так ведь ты же вот сказал то же самое что и твой предшественник почему он наказан а ты вознагражден спрашивали они на что последовал ответ мы оба одинаково столковались но все зависит не от того что сказать от того как рассказать вот эта причина 20 страниц опять эти же самых материалов вообще знаете мы очень любил быть очень и христос как вы помните очень любил притчи и мы тогда будем говорить почему именно притчи мы в общем-то раскроем весь механизм того как притча мы будем работать работает до консультирую человеку человеку в личности консультационных беседах тоже следующий барьер тоже который часто возникает в консультационной беседе несвоевременный совет и рекомендация а мы знаем что есть многие школы которые вообще никогда никаких советов не давать но к сожалению когда мы с вами говорить о уровнях мышления людей к сожалению это бывает не так часто но это надо распознать бывают и люди которые которые не в состоянии более ничего воспринять как кроме совета но даже в этом случае нам нужно оставлять выбор и важно и важно дать своевременный совет то есть когда совет свое время когда человек готов принять этот совет то есть нужно посмотреть может то что сейчас ему скажешь что еще пока даже не понимают то о чем идет речь чтобы он достаточно информация чтобы он понял эту форму этот совет должен быть информацию необходимым он нужно иметь сюда вместе с вами и проанализирует эту информацию переварить пропустить через себя и тогда он будет применять усилий чтобы реализовать это своей жизни если вы просто когда людей сделай вот так вы решаете делаете пешку его собственное решение принимать ваш совет или не принимать принимать вашу рекомендацию или не принимать в любом случае мы за человеком оставляем право выбора даже в той ситуации когда мы даем какие-то конкретные советы какие-то конкретные рекомендации еще одна такая притча которая нам очень нравится вот кот лежит на заваленке жмурится на солнышке рассуждает о своем бытии человек кто такой человек вот он обо мне заботится меня кормит дает мне кровь радуется когда я проявляю к нему какие-то знаки внимания сидит пёс будки грезет косточку и размышляет вот человек он обо мне заботиться он меня кормит он дает мне кровь он радуется когда я к нему какие-то знаки внимания проявляю наверное человек это бог надо задуматься то есть каждый в одной ситуации может принять совершенно разные решения следующие барьер в общении по учении или чтение морали проповеди о грехах о последствиях грехов и так далее здесь нам тоже хотелось бы качестве иллюстрации притчу прочитать тоже очень наглядный сразу все будет видно однажды священник войдя в церковь видел что она пустов если считать одного конюха молодого который сидел в первом ряду он спрашивает у конюха кроме тебя здесь никого нет как ты думаешь должен ли я проводить службу или нет конюх отвечает господин я человек простой в этом ничего не понимает но когда я прихожу в конюшне вижу что все лошади разбежались кроме одной я этой одной тоже дам поесть священник приняв эти слова близко к сердцу начал свое служение его проповедь длилась два часа закончив он почувствовал облегчение такое воодушевление и спрашивает у конюха ну как тебе понравилась сегодняшняя служба конюх отвечает я сказал я человек простой я не очень все вот это вот понимаю но если я прихожу в конюшне вижу что все кони разбежались осталось только одна я конечно же я накормлю но я не буду пичкать ей весь корм который я приготовил для всех лошадей все без комментариев и так следующий барьер общение угрозы еще раз это сделаешь ко мне может больше не приходить и вообще если ты вот так вот так вот так и поступишь я всем расскажу о твоем безобразнейшем поведении угрожать можно всячески ну угрозы могут самый раз мы не будем сейчас много на этом останавливаться какие еще бывают барьеры это приказ или команда не сметь со мной так разговаривать об этом больше никогда не говори чтобы я этого не слышал вот эту тему вообще не поднимаем понятно скажи что понятно 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 что если мы позволяем они себе так вести да все все барьер конкретно встал и в лучшем случае человек не требует в худшем случае человек зомбируем и сломаем обходите можете называть образовательный ресурс видеосеминарии святой троицы это ваши пожертвования мудро вложенные в христианское образование поддержите наш проект молитвы и финансами информацию о чем молиться и как пожертвовать вы можете найти на сайте tv seminary.com для для того чтобы помочь человеку увидеть суть и самому быстрее в этом разобраться в том что какая проблема существует нужно применять такой психологический прием который называется активное слушание общечеловеческий прием любви это проявить любовь к человеку то есть ничего нового психологии не забрели это очень то что мы сейчас скажем давно уже известно нашим с вами и в дедушкам и прадедушкам и прапрадедушкам которые имели отношение к работе вот именно с духовными составляющими душевного человека во-первых поощрить человека в проявлении его чувств не заглушать их это будет барьер а наоборот помочь ему свои чувства проявить в том числе и при вас ну вот пришла женщина дочь сожительствует с мужчиной мужчины гепатит c вот дочка приходит к маме а я говорю я и все дочка что же ты делаешь на дать мам к тебе хоть не приходи в один путь и я смотрю что ей плохо помните и интересно что решение эта женщина нашла в тот момент я просто началась слушать правда как вам плохо я почувствовала боли этой женщины и не сильно сильно вам плохо ваша дочери плохо я говорю ну представьте ваша дочь вам идет ей плохо она сама понимает что проблема у нее серьезная проблема вам приходит хочет поделиться напомнить ваша проповедница или как мамочки она ну как к маме ваша дочь хочет вам сесть на колени обнять вас чтобы ее просто погладить чтобы вы ему на учение читали да ой я же еще хуже моей дочки делаю я же действительно понимаю как я ищу боль доставляю и все и она плела дочь приходит пока она не спрашивает совету матери посадите все на колени но если позволяет сейчас не рядом обними ее подскажешь доченька моя доченька я тебя люблю по прежнему маленькая девочка для меня я по-прежнему твоя мама как замечательно что ко мне пришло вот что ваша дочь хочет отслышать понимаете поняла на это восприняла на это само вербализировал то есть почувствовать увидеть эти чувства человека и помочь ему их проявить самому не заглушать чувства ты обиделся как ты можешь обижаться этого человека это не духовно это совершенно не христианское поведение а второе что нам нужно сделать в активном слушании просто пощать но точно распознать то есть объяснить человеку что это за чувства такие сам смог их назвать приходит я не знаю я переживаю что давай посмотрим что это за чувствуете такие вот однажды название женщины плачет в прямой эфир она позвонила плачет и первое впечатление создается она жалеет ребенка который остался после ее сестры сестра была лично инфицированная наркозависимая погибла остался ребенок и как первое впечатление что плач жалость к ребенку но потом понимаете вышло совсем другое нет чувства когда мы стали с ней разговаривать успокаивать в эфире оказалось что у нее просто страх она боится что возьмет ребенка вич инфицированного себе неизвестно и она боится на его возьмем а вдруг его вич а что тогда будет со мной а как я буду за ним ухаживать а у меня свои дети а вдруг они заразятся от него то есть одна страна у нее чувство вины что она не хочет его брать другой стороны она понимает что нужно его взять вот у него такие смешанные чувства совершенно другие чувства да мы говорим это нормально любые чувства нормальные но теперь что с этими чувствами делать как и поступить вот ваш страх понятен то есть вот теперь вы знаете чего вы говорите надо больше информации узнать а во-вторых а представьте что это ваш ребенок не легла что ваш ребенок начать цветную мы знаем масса таких к сожалению случаев когда детей заражают болеть вы тогда вы думали что делать с вашим собственным ребенком отдать его в дом малютки или взять себе нет и мы говорим пойти сейчас смысл стоит не в том что вич инфицированный ребенок или не вич инфицированный ребенка если вы готовы его принять как своего вы примите в любом случае даже с вич инфекцией если не готовы тогда принимайте то есть вот либо принимаю либо не принимаю вот так вопрос стоит следующее следующее вот как сказать положение активного слушания это признание и признание чувств у человека которые он переживает в данной ситуации не заглушать их а действительно признавать принимать объяснять распознавать дальше конечно ваши чувства сильными непонятно я прекрасно понимают то что вы сейчас ощущаете наверное я такой же ситуации то же самое бы испытал и гнев на него и обида какая-то возникла то есть признаться да это есть и чувствуете нормально иметь право существование дальше конечно взять нужно заводить эффективные вопросы не вопросов нет как себя чувствуете слава богу бум бум а именно вопросы открытые наводящие наводящие чтобы он также открыто отвечал на них ну про вопрос мы тоже будем еще очень много говорить на следующих наших занятиях даже быть сопереживание то есть переживание вообще это больше чем сочувствие очень часто люди вот сопереживание путают с понятием сочувствие сопереживание это как раз попытка поставить себя в ситуации вот этого человека понимает чувство это просто посочувствовать ему те же самые чувства к нему проявить а сопереживание это как будто бы вместе с ним пережить то что пережил он но здесь надо быть очень осторожным потому что одной стороны обязательно душ попечителя должна быть отстраненность от чужой проблемы то есть не нырять в эту проблему головой мы будем решать вопросы за него но с другой стороны нужно быть достаточно близко а вот с этим человеком личности к этой проблеме потому что не прочувствовав эту проблему мы не сможем ему помочь ну а как вы отделяете свои чувства как мои чувства как консультанта и мои чувства как личность если например человек делает такой выбор что мы не могу ему сопереживать вот я считаю неприемлемым вы имеете право вы имеете право так считать в случаях себя ведете мы говорим мы уважаем твое право на выбор но мы не одобряем ваш выбор мы уважаем ваш выбор ваше право ваше право да то есть почему мы сопереживали с ним когда решали проблему но потом когда он делает выбор вы знаете на машу мы выбрали другой ситуацию и поступили может быть как-то иначе или еще что-то продумали но мы уважаем ваш право на выбор но хотят то что вот то что вы сделаете это против истины это против общечеловеческих нравственных норм там зависит с того какой человек перед нами такими можем оперировать с ними терминами вот поэтому простите выбор выбор ваш уважать не можем но и просить не дальше с вами идти вот рядом с вами как ваши если вы говорите в случае мы не пожалуйста приходите дверь открыта встречаетесь с этим человеком ну как бы в реальной жизни жизни на уровне консультации у вас меняется как-то с ним отношения ну он обычный человек максимально нежно ищите нас поисковых системах по запросу тв-семинари ну и и и и и